Всем привет! С вами снова Виолетта и сегодня мы будем с вами разговаривать о мифах о сексе. Миф номер один. Мужчины всегда хотят секса больше, чем женщины. Это неправда, потому что есть женщины, которые хотят секса больше, чем некоторые мужчины, и есть мужчины, которые хотят секса просто 24 на 7. И то, и другое норма, поэтому и девушки, и мужчины могут хотеть секса как в огромном количестве, так и в совсем минимальном. Миф номер два. Первый секс это всегда про боль, но это не так. Если вы готовитесь к первому половому акту, ваш партнер об этом знает, и вы делаете все правильно, соблюдаете инструкцию такую пошаговую, то первый секс это не про боль, это про неожиданность, это про что-то приятное, про открытие себя, как девушки, как переход из девочки в девушку, и совсем-совсем-совсем не больно. Миф номер три. Анальный секс это всегда больно и небезопасно. Нет, на самом деле есть определенные техники, есть определенные инструкции, есть пошаговый план, как можно подготовиться к анальному сексу, и это будет не то, чтобы не больно, это будет даже приятно, и ощущения будут совершенно другими. Если мы говорим про небезопасность, то есть средства защиты, которые предохраняют вас от различных заболеваний и так далее. Миф номер четыре. Секс во время беременности может навредить ребенку. Это очень индивидуально, вы можете проконсультироваться со своим лечащим врачом, и если ваш гинеколог разрешает заниматься сексом с вашим мужем, без проблем, пожалуйста, вперед, аккуратно, только через кабинет врача и на первых сроках. А так, консультируйтесь, не стесняйтесь, спрашивайте у своего лечащего врача и продолжайте половую жизнь, и любите друг друга. Миф номер пять. Секс всегда должен заканчиваться оргазмом. Нет, смотря у кого какие цели. Вообще в жизни самое главное это поставить и знать свою цель. Вот и в сексе точно так же. Смотря для чего и зачем вы им в принципе начали заниматься. Можно не получать оргазм, можно получать в принципе удовольствие от процесса. Как я уже однажды рассказывала, секс это как гонки, как картинг. Когда мужчине, например, самое главное это первому дойти до финиша, а девушке это самое главное безопасно, например, проехать и получить удовольствие от скорости, от музыки, которая играет, пофотографироваться и так далее. Поэтому первоначально поставьте себе цель, для чего вы сейчас им будете заниматься. Миф номер шесть. У девушки должно быть идеальное тело, идеальная фигура, для того, чтобы мужчина ее захотел или секс был лучше. Девочки, успокойтесь. У всех вкусы разные. И мужчина хочет вас не только внешне, но и внутренне. Поэтому наслаждайтесь своей фигурой, любите себя, принимайте себя такой, какая вы есть. Самое главное это хотите ли вы сами себя. Как только вы начнете хотеть саму себя, мужчины вас тоже захотят. Поэтому просто любите свое тело, ухаживайте. Никто не отменял домашние уходы, массажи, спортзалы и так далее. Но не надо убиваться. Но нельзя сейчас пойти во вкусные точки, наесть бургеров, сказать, давайте, камон, сюда, мужички. Нет, такое тоже не работает. Сексуальность, она и внешне, и снаружи. Можно быть пухленькой. Взгляд иметь особенно какую-то изюминку, внутреннюю грацию. И этим зацепить вашего мужчину. Миф номер 7. Секс может быть опасен для сердца. Ну, здесь смотря с какой стороны посмотреть. Возрастные рамки никто не отменял. Посещение врача-кардиолога тоже никто не отменял. Если у вас нет никаких показаний, нет никаких проблем со здоровьем, let's go, вперед, занимайтесь сексом, и все будет прекрасно. Не забываем, что во время секса у нас физически мы напрягаемся, вырастает нагрузка, собственно, поднимается давление, и все может быть, если вам плюс 100. Но если вам меньше 100, просто контролируйте свое здоровье. Миф номер 8. Маленький половой орган вашего партнера не может доставить удовольствие. И мужчины, та-да-да-дам, это не так. Успокойтесь, дома замеряйте и успокаивайтесь. Все в ваших руках. Только практика, только техника. Есть разные ощущения от формы, размера, длины, объема и так далее. Но в целом только техника и только ваша любовь с вашей девушкой. Если девушка вас любит, все в ваших руках. Ну или там. Миф номер 9. Как только вам исполняется 50 лет, о сексе забываем. Нет. Это тоже миф, это тоже неправда. В любом возрасте секс актуален. Единственное, с возрастом у нас меняется, как часто мы хотим, где с кем мы хотим. И как долго, и с какой целью мы им занимаемся. Даже после 50 лет практикуются половые акты в семейных отношениях, что не только полезно, приятно, но и продлевают вашу семейную жизнь. Так что если нас смотрят бабушки и дедушки, после программы «Жди меня» вы можете уединиться. Миф номер 10. Наверное, самый распространенный миф среди мужчин и девочек. Секс должен длиться долго. Это тоже неправда. Секс должен длиться столько, сколько вы хотите. Вообще нет предела. Нет минимального, рекордного. Нет. Вы просто, смотря что вы называете вообще началом секса, кто-то за ручку начинает держать, и это уже у них пошло, поехало. Он меня изнасиловал, он ко мне начал приставать и так далее. Все что угодно. Продолжая поцелуями, объятиями, заканчивая непосредственно самим половым актом. И после этого, если вы лежите в обнимку или пьете чашку кофе, это тоже все можно назвать половым актом. Это тоже все про секс. Поэтому самое главное, что вы этим называете, что вы хотите сказать, и как долго вы хотите этим сами заниматься. Если у вас нет времени перед работой, вы можете это быстро сделать, это можно и посвятить все выходные, отправить детей к бабушке на дачу. Записывайте. Это планы на эти выходные я вам подсказываю. И пожалуйста, с пятницы по воскресенье вся квартира в вашем распоряжении. Сегодня мы с вами поговорили о 10 мифах о сексе. Но самое главное, это помнить самую главную истину о сексе. Это любите друг друга и будьте любимы.